Доброго времени суток, YouTube! Я сегодня снимаю на новую камеру. Вот на такую. Мне муж сделал подарок к дню рождения. Panasonic, вот такой. И, соответственно, это, конечно, видео будет тестовым, поэтому не знаю даже, как оно получится. Но, в общем-то, быстренько-быстренько хочу вам рассказать про очередную коробочку L-Box, которую я получила в мае. Не снимала, не сразу снимала видео, потому что хотела попробовать все-все продукты, которые там были. Но, соответственно, приступим по-быстренькому. Знаю, что многим из вас не нравятся эти съемки, но, поверьте, за эту коробочку я заплатила сама. И я знаю, что наполнение у всех несколько отличается. Ну, начнем с того, что было вот таких вот два средства от Academy. Так они выглядят, да? Тоник и увлажняющий дневной крем. Для чувствительной кожи. Ну, что могу сказать? Тоник я попробовала только один разочек. Мне он понравился. Он без алкоголя, он очищающий, не сушит кожу. Это первый шаг, да? Второй шаг – это дневной крем. Тут как бы даже написано. Подходит он для чувствительной кожи. Да, вот так вот он выглядит. Ну, все, наверное, видели его уже, конечно. Он отличный для того типа кожи, для которого он предназначен. Для моей кожи он отлично подходит. Он увлажняет, понятное дело, там, защищает. Но он не решает проблем, которые у меня возникают. Соответственно, буду ими пользоваться только в те моменты, когда кожа в очень хорошем состоянии. Либо у меня бывают такие вот еще моменты, когда не знаешь, чем попользоваться, да? То есть, либо в поездке находишься, либо дома, но вот чего-то не хватает, там, увлажнение или еще чего-то такого. Вот можно будет использовать, в принципе, вот эти два средства. А так я их оставлю, пользоваться ими пока не буду. Буду пользоваться своим уходом, который вы видели. Что мне понравилось? Дермолоджика. Вот такой вот пудра-скраб. Вот это вообще замечательная вещь. Просто супер. Я надеюсь, у меня... О, класс! Посмотрите, как классно камера приближает и фокусирует. Отлично. Пудра-скраб дневного использования. Супер вещь! Вообще мне понравилось невероятно. Насколько хорошо отшелушивает омертвевшие частички. Насколько удобно в применении, что очень маленький... Даже вот этого маленького объема хватит надолго. Высыпал на руку, растер в ладошках, немножко смешал с водой, нанес на лицо. Частички нескольких, как мне показалось, нескольких размеров. Какие-то из них растворяются, превращаются в такую легкую пенку. Лицо ухоженное, лицо отшелушенное, гладкое. Кожа себя прекрасно чувствует. Скраб, несмотря на то, что сначала кажется, что он довольно крупный, кожу он не травмирует. Единственное, что меня останавливает, это, конечно, цена. Все. Больше, в принципе, ничего. Поэтому мне, конечно, ну, очень... Это мне вещь очень-очень понравилась. Крем от RIVAGE тоже один из фаворитов моих. С альфа-гидроокси кислотами. Ахари Текстуринг Скин Крим. Тоже отличная вещь. Он мне напомнил крем на кислотах Эксфолиак. То есть тут, наверное, тоже не написано, сколько процентов содержится. Что-то я не нашла вот в описании крема. Не написано, сколько процентов АХ кислот содержится в этом креме. Но пощипывает он так прилично. И, конечно же, этот крем возрастной. Я считаю, что им надо пользоваться где-то после 25. Я ее сначала пользовалась только на вечер. Потому что, ну, как мне кажется, в такие кремы надо пробовать сначала реакцию кожи смотреть. Но так как у меня кожа нечувствительная, она не имеет никаких там покраснений, шелушений, супер-крем. Вот у меня его осталось здесь где-то вот так. Вот. Просто на донышке осталось. И, в принципе, я подумываю, не купить ли мне полноразмерную версию. Вот. Далее. Цель Космет. Швейцарская фирма. Body Firming Cream. Sensorial Intensive. Настолько маленькая упаковка, что сложно понять. То есть мне ее вот хватило буквально на два раза. сложно понять, подходит тебе крем или нет. Ценник тоже кусается. Мне кажется, что, в принципе, можно за такую цену найти что-то более дешевое, но не менее эффективное, как мне кажется. То есть, в принципе, он неплох, но с массажем любой крем для тела будет неплох. Ну и на закуску, конечно же, Rouge in Love. Вот такая вот помада. Lancome. Вообще, Lancome нежно люблю. И очень мне нравится, когда приходят какие-то миниатюрки от Lancome. Цвет, конечно, вообще умереть не встать. Мне этот цвет очень понравился тем, что он на синем пигменте. И, соответственно, при нанесении он уходит чуть-чуть в такую вот розовинку, что ли. И, в принципе, для моего цветотипа, то есть мне эта помада очень и очень пойдет. Мне понравилось, что эта помада стойкая, 6 часов держится. И мне понравилось также то, что ее можно наносить несколькими способами. То есть ее можно непосредственно на губы, ее можно растушевывать, и получится более легкий такой оттенок. Она, да нет, не имеет запаха никакого, приятно вообще на губах. То есть и текстура приятная, приятно ложится. В общем, хочу, хочу такую помаду. Вот скоро-скоро у меня будет день рождения. И после дня рождения, скорее всего, я совершу небольшой набег на Ильдеботе. И посмотрю, что же это оружие НЛАВ из себя представляет. Найдите меня в Твиттере, я есть в ВКонтакте. Всего самого доброго. Пока! Все, что было в коробочке, то есть коробочка пустая. Всем спасибо большое за внимание. И надеюсь, что я увижу вас ни раз и ни два на своем канале. Подписывайтесь, оценивайте. Найдите меня в Твиттере, я есть в ВКонтакте. Всего самого доброго. Пока!